Максимилион де Бетюн, носивший титул оборона Рони, а потом герцога Сюли, 22 декабря 1641 года, глава французского правительства при короле Генрихе IV, биография сын католика, Максимилион де Рони был воспитан матерью в протестантской вере, в 1572 году 12-летним ребенком пережил в Париже Варфоломеевскую ночь, проявив при этом удивительную находчивость и самообладание. Вскоре после этого стал пажом Генриха Наваррского и затем бежал с ним в Наварру. В начале 1580-х годов участвовал в нидерландской кампании герцога Анжуйского, рассчитывая получить титул графа Генского, некогда принадлежавший его предкам. После разгрома французских войск в Антверпене оставил герцога Анжуйского и вернулся на службу к королю Наваррскому. Вместе с ним Рони переживал войну с Лигой, оказывая на Генриха большое влияние. Будучи усердным кальвинистом и пользуясь огромным авторитетом среди гугенотов, Рони сам посоветовал Генриху принять католичество и убедил гугенотов примириться с вероотступничеством короля. С 1594 года, то есть со времени вступления Генриха IV в Париж, Рони занимал первое место в государстве, взяв на себя управление всеми отраслями государственных дел, кроме дипломатических, и получил от короля титул герцога де Сюли. В 1597 году Сюли был поставлен во главе финансов, а в 1599 году Генрих назначил его главным смотрителем над путями сообщения. В 1601 году Сюли был назначен главным начальником артиллерии и инспектором всех крепостей. В 1606 году Генрих наградил его титулом герцога. Честный, бережливый, сурово прямодушный, неутомимо деятельный Сюли удержался во главе управления до самой смерти Генриха IV. Несмотря на придворные интриги, Генрих ценил его преданность и нередко отказывался по его совету от легкомысленных затей. Вся деятельность Сюли была направлена против коммерческого и промышленного меркантилизма. Она определяется его же словами. К развитию этих двух сил, то есть земледелия и скотоводства, и стремился Сюли в своей экономической политике. Выставая в своих взглядах на народное хозяйство против промышленности, Сюли явился предшественником физиократов. Достижения. Во время религиозных войн земледельческие работы, по словам Королевской декларации 1595 года, почти всюду прекратились поля были заброшены, деревни обнищали. Сюли поставил себе целью поднять французскую нацию, облегчить положение земледельцев и не только восстановить сельское хозяйство, но и увеличить его производительность. Он освободил земледельцев от обязанности внести неуплаченные ими в срок налоги, сумма которых доходила до 20 миллионов ливров. Земледелие, по мнению Сюли, должно распадаться на полеводство, виноделие и лесоводство. Кроме производства хлеба, необходимо поощрять и скотоводство, как средство удобрения земли. На обязанности правительства лежат заботы об охране земледельческих продуктов от порчи и истребления, об удобствах перевозки их и экспорта. Свобода сделок и правильная заграничная торговля особенно важны для развития земледелия. Указы 16 мая 1595 года, 24 мая 1597 года, 4 августа 1598 года не только защищают личность земледельца от администрации кредиторов, но и охраняют его имущество, запрещая продажу за долги земли земледельческих орудий. Подать уплачиваемое крестьянами была уменьшена на 4 миллиона благодаря привлечению к платежу налогов буржуазии проценты понижены с 8% и 10% до 6%. Эдикт 1600 года обеспечил крестьянам право пользования выгоном, предоставив приходам за незначительную цену выкупать общинные земли. Сюли заботился об улучшении культуры земледелия, вводил новые сорты хлебных растений. Так как земля, по его взглядам, была источником богатства, а следовательно и благосостояния государства, то он добился разрешения свободной хлебной торговли. 26 февраля 1601 года все провинции получили право вывоза хлеба и вина. К концу царствования Генриха IV Сюли уплатил 100 миллионов долга, то есть около 1 трети всех государственных долгов. Сюли требовал от сборщиков дорожных пошлин отзора за содержанием дорог и мостовых, ежегодно назначал на улучшение дорог. Постройку мостов и плотин более 1 миллиона ливров строил мосты вместо паромов, а также станции пассажирские и товарные. Он задумал даже соединить Средиземное море с Северным, доказывая, что Франция этим ежегодно выиграет 2 миллиона. Составив план соединения Луары-Сены, Сюли послал в 1605 году 6000 солдат с приказанием начать работы. Израсходовал на них 1 миллион. Работы эти прекратились тотчас после падения Сюли. 12 октября 1604 года Сюли заключил мирный договор, восстановивший мирные сношения между Францией и Испанией и отменивший введенные Филиппом II 30% пошлины на французские товары. По договору 1606 года с Англией было условлено оберегать свободу и равноправность торговли. Учреждены торговые компании и заведены колонии. Так как источник богатства Сюли видел в звонкой монете, то все его меры клонились к привлечению денег путем земледелия. Он запретил вывозить из Франции какую бы то ни было монету под страхом конфискации всего, что будет найдено в транспорте, и всего имущества виновных, как тех, которые способствовали преступлению, так и тех, которые совершили его. К промышленности Сюли относился недоброжелательно и в этом расходился с Генрихом IV. Он был против введения культуры шелковичного дерева, говоря, что шелковые фабрики только приучат французов к роскоши, но не сделают их богатыми. Франция может даже лишиться здоровых хлебопашцев и солдат, так как приучится к изнеженности. В своем предубеждении против роскоши Сюли издал ряд узаконений, стеснявших промышленные предприятия. Он требовал даже воздержания от всякой роскоши, чтобы прекратить покупку иностранных товаров. Он расследовал недостатки податной системы, упростил ее и преобразовал, вел порядок в составлении отчетов. В 1610 году сбережения превышали уже 12 миллионов. Парламентские должности Сюли согласился сделать наследственными, но взимал при переходе их особую пошлину. Преобразования в бюджеты приходов и расходов позволили Сюли понизить главный налог – талию – с 20 миллионами ливров до 14 притязания кредиторов. Государства были подвергнуты разбору. Неосновательные требования устранены – продажа и залог государственных имуществ, а также пожалование их в награду прекращены. Результатом всех этих мер был подъем народного благосостояния. После убийства Генриха IV Сюли принужден был удалиться в деревню. Расточительность Марии Медичи приводила его в негодование. Против Сюли были настроены граф Суассонский, герцог Буленский и Кончина Кончини, которые восстановили королеву против него. В январе 1614 года он написал королеве письмо и вышел в отставку. С его падением рушалась почти вся его система, однако и в изгнании он подавал иногда советы министрам Людовика XIII. В 1634 году Сюли был сделан маршалом Франции. Большое значение имеет мемуары Сюли, хотя и не вполне достоверные. Мемуары Сюли, Сали, Д, Мемойерс ДМ, Д, Бетун, Даг, Д, Сали, Министр, Д, Генри, Айви, Т от 1 до 10, Лондрес, 1778, Т1, 322, П, Т2, 439, П, Т3, 436, П, Т4, 355, П, Т5, 378, П, Т6, 376, П, Т7, И, Ай, 380, П, Т8, И, Ай, 293, П, Т9, Саплимент, Айви, 308, П. Т10, Саплимент, Ви, 238, П, 2, Партер, в 10 том входят письма Генриха IV и его диалоги с Сюли. Имеется перевод мемуаров на русский язык XVIII века, но без приложения.